Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о взревании виноградной лозы. А точнее о том, что делать, если осень в самом разгаре, скоро придут морозы, а лоза все еще не вызревает. Прежде чем начать, конечно, я расскажу, как вызревают мои лозы. Но если я скажу, что все вызревает хорошо и замечательно, это, конечно же, будет неправда. Возревает все по-разному. Конечно, есть вот такие красавцы, которые вызрели практически на всю длину. А шпалеры у нас высокие. Вот, смотрите, там желтые листья. Это зилга. У нее и лист уже идет на покой, и лозы полностью вызревшие уже давно. Но, к сожалению, не у всех сортов и не всегда так получается. У кого-то вот лозы в процессе. То есть, в принципе, не так все плохо. Смотрите, в крайних процессах идет. Вот хорошенькая такая лозочка тоже. Вот, на плодоношение, ну, в принципе, более чем достаточно. То есть, вот, если видите такую картинку у себя, то вообще все очень даже хорошо. Вот здесь тоже молодой кустик. Ну, на несколько почек вызрел. Этого хватит. Конечно, чем больше вызреть, тем лучше. Ну, если что-то пойдет не так, ничего страшного. Тут на плодовую стрелочку немножко останется. Здесь, в принципе, тоже. А дальше, а дальше посмотрим. Тем более, что пока обещают плюс. Так что, будем надеяться, что все-таки погода нам немножко поспособствует и еще даст шанс. Самое главное, не разводить панику. И хочу вам показать. Вот этот куст, это галант. Смотрите. Крайние побеги. Вот. Раз, два, три. Они вызрели. Очень даже замечательно. Я поднимаюсь. Вот два метра вполне. А побеги ближе к голове куста, ближе к центру, они вызрели слабее. И вот, что я вам хочу сказать. Не спешите делать какие-то выводы. В прошлом году так получилось, что галант вызревал плохо. Он жировал. И мы его оставили на азию. Вот. С такими лозами. Не до конца дозревшими. Что из этого вышло? Ну. Вот. Вот это про... С прошлого года лозы, да? Вот это было плодоношение. И с той стороны было плодоношение. И я весной вам показывала этот куст. И говорила, что у нас тут непонятно что. И надо думать, как его нормировать зелеными побегами. Ну, потому что много оставили его не с той стороны. Специально перешла на эту сторону. И показываю. Видите, рожки. На самом деле, вот это был зеленый побег. А вот это были пасынки. Жиру еще я его укладывала. И напомню, что в прошлом году лоза не такая коричневая, как сейчас. А вот приблизительно такой она выходила. Уходила на зиму. Еле и желтенькая. То есть разница. Видите? Вот там коричневая и вот это. Тем не менее, куст перезимовал. Конечно, под укрытием, разумеется. Без укрытия не факт, что и коричневая глаза бы перезимовала. Но тем не менее. То есть это то, что мы увидели своими глазами. То есть если у вас сейчас не все очень хорошо, не спешите бросаться в какую-то панику. Ну, конечно, очень бы хотелось спать спокойно, когда вот все у нас коричневое. И все замечательно. Повторюсь. Так, к сожалению, бывает не всегда. А вообще плохое возревание лос в этом сезоне – это явление ожидаемое закономерное. Но там есть свои причины. Задержка вегетации из-за холодного мая. Раз. А потом дожди в августе, дожди в сентябрь, когда вылилось очень много воды. А напомню, что излишняя влага, вот когда уже совсем виноград созревает, в конце августа, в сентябре она мешает возреванию лос. Ну, убрать мы ее никак не могли. Защититься от этого никак не могли. И, конечно, это все повлияло на процессы возревания. Поэтому даже если вы что-то делали, если вы обрабатывали калием, а у вас лозы не возревают, то напомню, что на самом деле нужно много факторов, чтобы они сложились все вместе. А ввиду того, что было много факторов, которые как раз-таки способствуют не возреванию этой самой лозы, то, конечно, и те мероприятия, которые вы проводили, были не настолько эффективны, как если бы все было хорошо. Ну, конечно, стоит ли сейчас что-то делать? Да, стоит. Но что? Сейчас поговорим о приемах, которые работают и которые не работают. Довольно часто я встречаю упоминания о том, что если лозу положить в горизонтальное положение, меняется полярность, она испытывает стресс и начинает вызревать. Байки. Не тратьте даже на это время. Вот лоза в горизонте, рядышком лоза не в горизонте. Лежит вот эта лоза на проволоке уже, наверное, недели три, а может и четыре. Я давно это сделала. И никаких сильных результатов я не вижу. Да, какие-то процессы вызревания начались. Ну, так и рядышком. Они тоже начались ровненько так же. То есть разницы никакой нет. Так что такое мероприятие абсолютно бесполезно. Лишние траты времени за некоторым исключением. В случае, если у нас по прогнозу погоды приближаются какие-то морозики, а лоза совсем зеленая, то мы можем положить ее в горизонтальное положение на первую проволоку, на землю. Как вам удобно. И сделать парничок. Да, то есть дать ей тепло. Во-первых, сделать так, чтобы мороз на нее не повлиял. Ну, вот этот первый кратковременный морозик. Во-вторых, вот этот импульс тепла как раз-таки может помочь лозе созреть. Но, смотрите, то есть можно положить на землю. Вы смотрите, как вам удобно. Если вы укладываете на землю, обязательно перед этим лозу обработайте от заболеваний. Потому что с земли может много чего натянуть. Там влага будет и все прочее. Поэтому обязательно обработать. Ну, если на первой проволоке, это в принципе не так страшно. И если на земле ставим дужки сверху, парничок, то лучше из пленки. Ну, если на проволочку, то понятно, вот можно было бы положить на эту проволоку. Вот. Вот на эту. А на эту натянуть пленочку. Ну, понятно, что хорошо закрепить. Все, будет такой парничок. И лозе именно это поможет. Вот пример. У меня такой малыш, он очень поздно начал расти. Точнее, первый зеленый побег погиб, потом начал расти второй. Ну, выросла вот такая вот малюпасечка. Там снизу ничего совсем. Даже могу приподнять, чтобы было видно. Вот особо там ничего не вызрело. Самое простое. Все, поставила бутылку. Закрепила, чтобы и ветром не сдуло. Мне ведь надо, тут всего лишь пару почек, чтобы вызрело. Поэтому даже вот такой банки будет вполне достаточно, чтобы защитить вот ту лозу снизу. Делать ли сейчас какие-то обработки, все зависит от температуры окружающей среды. Если температура ниже 10 градусов, делать это бесполезно. Лист не работает. В таком случае, теоретически, могли бы помочь подкормки под корень. Но тут тоже. У нас и так земля очень влажная. И туда лишняя влага, но абсолютно ни к чему. Также, смотрите, мы, например, специально не косим траву, потому что земля очень мокрая. Пусть эта трава тоже лишнюю влагу вытягивает. Скосить мы всегда успеем. Уже у нас урожая нету, ни на что это не влияет. А немножко, пусть немного, но все же лишняя влага будет через траву уходить. Также хочу обратить ваше внимание, что даже если лоза вызрела немножко, это уже хорошо. Во-первых, если вот медленно, вызревают несколько первых почек. Потом процесс идет быстрее. Раз. Во-вторых, даже если вызрела чуть-чуть, уже теоретически мы можем получить урожай в следующем году. Некоторые сорта способны закладывать урожай вот в этих первых почках. Но даже если вырастет у нас коротко, допустим, вызреет совсем, тоже при помощи различных формировок, мы можем попробовать получить урожай. Кроме того, да, уже холодает, но все-таки еще плюсовые температуры. Так что у нас есть надежда, что лозы наши еще немножечко наберут зрелости. И даже, смотрите, если у вас прошел небольшой заморозок, если у вас листики опали, не спешите браться за секатор. Не надо. Оставьте лозу на некоторое время. На 2-3 недели. Потому что все равно в это время процессы внутренние еще идут. Да, кое-что может быть повреждено. Это действительно так. Но процессы еще идут. Идет отток питательных веществ сверху вниз, в корешки, которым тоже нужно питание. Поэтому не спешите. Не надо ничего делать предварительно. И сейчас что-то там убирать в надежде, что у вас остальное лучше вызреть. Не надо. Не мешайте растению. Все, что вы можете сделать, то есть либо мы даем им тепло, особенно в случае, если у нас угроза заморозка, либо просто не мешаем. Хорошая температура. Да, можно еще калием пройтись. Не позволяет уже погода. Ну и ладно. Значит, набираемся терпения и ждем. Шансы еще у нас есть. И бить тревогу пока рано. Желаю вам, чтобы ваши лозы вызревали хорошо. Чтобы они закладывали хорошо урожай на следующий год. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и награды. И мои контакты. До новых встреч.